Не за горами мая, ребят, а вместе с ним и начинаются самые крутые рыбалки всего периода открытой воды. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Но вместе с этим в мае очень часто наблюдается ситуация, когда вчера еще или позавчера ребята классно отлавливались, классно ловили, а уже сегодня приезжают, видят кипящую бурлящую траву, рыба небяре, лещ нерестится. И именно нерест является тем самым катализатором бесклевья, той самой причиной, по которой мы и пролетаем так часто по этой рыбе непосредственно в мае. Сегодня немножко по поводу нереста леща и всех моментов, которые его сопровождают и порассуждаем. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем начать разговор непосредственно о нересте, забежим немножко назад, на недельки две, а то и три. Как ведет себя лещ именно сейчас, в конце апреля и в начале мая. То есть в марте рыба начинает потихоньку смещаться с мест зимовки, идти на более мелководные участки, прогреваемые хорошо и отжираться. В апреле рыба собирается в крайне плотные, здоровые и массивные стаи и потихоньку движется к местам нереста. Мелководные заливчики, всякие разные верховья, всякие разные впадающие речушки с достаточной глубиной, все где зарастает камушом, тростником и прочими зарослями, там где прогревается, там где в принципе будет нереститься. И соответственно потихоньку-потихоньку движется в эти локации, попутно отжираясь и радуя рыболов хорошим клевом. Именно этот период и считается самым таким благоприятным временем для ловли активной рыбы, для ловли активного леща. Потому что рыба сейчас кормится хорошо, рыба клюет, реагирует на любую прикормку, рыба становится на корм, если стая пришла, она ловится, она не доставляет никаких хлопот в плане активности, в плане предсказуемости, она просто жирует. Это так называемый преднерестовый жор леща. Однако чем ближе нерест, тем вот эта предсказуемость улетучивается. То есть ловиться становится сложнее, и рыбалка теряет всякую предсказуемость. В чем заключается ситуация? В том, что еще вчера, например, ты мог отловиться очень хорошо, либо же твои какие-то знакомые, соседи, друзья могли отловиться хорошо. Ты едешь по наводке, по информации, приезжаешь, видишь вот такую ситуацию, рыба нерестится и рыба не ловится. Причем ситуация эта может меняться абсолютно изо дня в день. Вчера ловили, сегодня уже нерестится и клевать он не будет. Поэтому сейчас рыбалка на фидер, в принципе, ловля, поиск, целенаправленная ловля леща напоминает хозьбу по минному полю. То есть ты можешь сделать шаг и, скажем так, не наступить на мину, то есть на ловить рыбы, а сделать следующий шаг и подорваться. То бишь уехать домой, не соловно хлебавши, не поймав ни одного экземпляра. Да, ты будешь ловить белую рыбу, разную плотвичку, густеру, мелкого подлещика, который сейчас уже активно, а целевой рыбы поймать тебе не удастся. И это есть основная такая специфика, основные нюансы майской именно рыбалки. Как происходит нерест леща? Для того, чтобы лещ начал нереститься, чтобы он пошел в траву, водичка должна прогреться до температуры примерно 12-14 градусов. В зависимости от региона, от конкретной локации, это может наблюдаться как в середине, примерно, то и конце мая, если где-то севернее говорить, так и в начале мая. А то и бывает такое, что и даже в апреле, в конце апреля мне лично доводилось наблюдать нерест леща на водохранилище на таком заросшем меляке. Есть у меня ролик на канале, я как раз его снял там с дрона был, когда это было еще можно делать, можете посмотреть, погуглить. Что есть признаки скорого нереста леща? На что можно судить и почему можно ориентироваться? Ну, конечно, температура воды. Как я сказал, 12-14 градусов это примерно та самая температура, которая является необходимой для нереста. Но вы должны понимать, что 12-14 градусов это не здесь, где вы ловите, не на глубине, а 12-14 это вот на меляке, на той локации, где будет происходить икромет. И, соответственно, там на меле может быть уже все 15, а на глубине, вот, например, на вашей точке ловли может быть еще 8. И здесь возникает первый такой недоумевающий вопрос. Как так еще температура совсем ни о чем, вода не прогрелась, а лещ уже не рестится. То есть понимать надо, что на меляках вода прогревается гораздо быстрее и, соответственно, рыбке это именно и надо. Именно там она и будет нереститься уже в скорый промежуток времени. Вот. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что лещ не нерестится весь сразу и одновременно. То есть, как правило, существует три основных хода, три основных этапа нереста леща. Первыми на нерест идут самые крупные экземпляры, за ними идут экземпляры помельче, то есть такие в районе килограмма, чуть больше. И после них уже нерестуют самые мелкие подлещики, ну, почти лещики, скажем так, половозрелые экземпляры, которые только-только стали половозрелыми и только-только у них первый или второй нерест. И именно в этот период надо важно, крайне важно понимать, какая рыба пошла на нерест и какая рыба питается. Потому что вы можете сейчас мне немножко сказать, противоречить, что как так вот. Я не раз наблюдал такое, что лещ не рестится и в это же время лещ клюет. Поэтому надо осознавать, какая рыба не рестится, а какая клюет. То есть если нерестится там мамы по 3 килограмма, а клюют там килошечки по 800 грамм, это вполне нормальное рядовое явление. Потому что нерестятся они, как правило, ну, в разный-разный период временной. Хоть разница эта не сильно глобальная, может там составлять пару дней, может быть составлять неделю, но сам факт бывает такое, что есть рыба, которая нерестится, и есть рыба, которая в это время отжирается. С этим же, собственно говоря, сталкивался и я, когда я ловил прямо вот на нерестилище, рядышком с нерестилищем, на таком достаточно мелководном обширном заливе, в метрах в 70 от меня была такая отмель, метра полтора глубиной, там нерестился крупный лещ, а на акватории, на самой, в метрах, наверное, в 30-40 от нее, ну, не добрасывал я до нерестилища, потому что там заросшая травой все. Я ловил, как бы, леща, ну, мерного леща, скажем так, в районе 800 грамм, килограмм, кило 200, такие лещики клевали. Но по сравнению с той рыбой, которая нерестилась там, это земля и небо. То есть это абсолютно два разных леща, две разных стаи, которые, в принципе, обычно, как правило, не пересекаются. Лишь единожды я наблюдал ситуацию, когда лещ и кормится, и нерестится. Это был грибной канал. В прошлом году, в принципе, вы видели ролик с этого водоема, с соревнований. Именно в этот период он там и нерестился. То есть мы ловили на фидерах соревнований у нас были на самом канале, ловились крупные лещи. И в это же время на обводном канале нерестились точно такие же крупные лещи. То есть мы ловили таких мамок, по 3 килограмма попадались. Они были пузатые и кряные. То есть я не могу сказать, что они уже от нерестились и, соответственно, поэтому кормятся. Это был их именно преднерестовый жор. И в этот же момент они спокойненько на протяжении всего дня в одном канале нерестились и никого не боялись, и никто их не пугал. Но это как раз таки и будет тот самый один пример, который выбивается из общей вот этой ситуации и лишь подтверждает общее правило. Что касается сроков, нерест леща, как правило, может растягиваться на недели-две примерно. То есть суммарный нерест всех вот этих возрастных групп, и каждая из которых нерестится примерно по 3-4 дня. То есть первый день – это бурный нерест, второй – более слабый, потом слабее, слабее. И к последнему дню, к четвертому где-то, уже наблюдаются лишь какие-то одиночные оставшиеся рыбы, которые не успели с основной массой рыбы отнереститься. Вот. Рыбка нерестится, и после этого наступает период бесклевия, точнее, период бесклевия продолжается. То есть если все это время рыба не клевала, потому что нерестилась, после нереста она начинает болеть. Так называемый период, когда рыба болеет, длится примерно недельки-две. Она вся побитая, худая, такая покоцанная, она не кормится абсолютно. То есть если удается в этот момент поймать леща, то это будет либо какая-то случайная поимка, либо же, например, из той стаи, которая еще не отнерестилась, если это говорится о более каком-то раннем периоде. Рыба болеет, и ловить ее, как правило, тоже нет никакого смысла, потому что она не ловится не по причине нереста, а по причине, потому что уже отнерестилась. И после вот этих двух неделей, примерно две, может полторы, когда, в зависимости от поры, как только она отболеет, начинается активный-активный жор. То есть вот этот точно такой же период, как был до нереста, период жора, так вот этот период и после нереста. Рыбка начинает жировать, и в принципе вот в этот период очень можно классно отловиться по лещу. У многих рыболов именно вот с периодом конца мая, начала июня, ну плюс-минус где-то, если южнее, то раньше, если севернее, то позже, с этим периодом и ассоциируется именно вот этот весенний-весенний жор леща. То есть рыба еще стаяная, рыба еще голодная, она уже отболела, она уже начала активно-активно усиленно питаться, и поэтому сейчас можно тоже налупить ее огромное количество, то есть насладиться рыбалкой в полной мере. Вот. Ну а после этого, после вот этого жора, рыба как бы включается в летний режим кормежки, в летний режим поведения. Стаи вот эти, огромные преднерестовые стаи медленно-медленно расходятся по водоему, становятся более равномерными по всей экватории. Уже такого нету, что вот, например, где-то в соседнем прогале рыбы нет абсолютно, а в 50 метрах от локации ловят просто так, что на каждом забросе хорошие лещи клюют, то есть это типично такое весеннее преднерестовое и посленерестовое поведение, когда стая идет, если ты ее остановил, поставил, ты ее ловишь. То есть уже такое пропадает, то есть начинают ловить равномерно более-менее все, рыбка собирается на корм, но какие-то такие небольшие стайки, либо же одиночные рыбы заходят, но без какой-либо ярко выраженной системы. Вот. Это уже начинается специфика летнего поведения, летней активности, не имеющая ничего общего с именно периодом нереста. Поэтому какие рекомендации можно дать в плане вот этой преднерестовой рыбалки, как обезопасить себя от пролета? Во-первых, наблюдайте за температурой воздуха, температурой воды. Если вы видите, что резко прогнозируют, резкое тепло, там 16, 18, 20 градусов, и ночи теплые без заморозков, то велика вероятность, особенно если до этого было достаточно тепло, велика вероятность того, что рыба пойдет на нерест очень-очень скоро. И если попадете, скажем так, если пролетите не вы, то пролетят те, кто поедет там на следующие, например, сутки, либо же на следующий день после вас. Это такая ситуация, как, равно как с карасем. То есть вчера-сегодня клюет, завтра может нереститься, и ты тут ничего не поделаешь. Придется ловить то, что ловишь. Это во-первых. Во-вторых, наблюдайте за поведением рыбы. Если есть какая-то нерестовая перспективная локация, наблюдайте за тем, сколько рыбы зашло, и когда она зашла, и насколько она активна. Если она там уже на нерестилище тусуется, например, 2-3 недели, да, вы видите, что она там кормится активно, и вода потихоньку прогревается, то велики шансы того, что с каждым днем период нереста приближается. И поэтому будьте готовы к тому, что вы можете пролететь. Ну и третий, как бы, критерий, третий признак того, что рыба вот-вот начнет нереститься, это именно состояние, внешний вид самцов. Да и, в принципе, и самок. У самок икриные вот эти, ну, придатки и икра набухают, то есть пузо становится таким прямо оформленным-оформленным. А у самцов на голове и на, вообще на всем теле, на чешуе появляются вот эти такие жесткие-жесткие наросты, именно шипы, да, вот как колючий он становится, прямо как наждачка. Он даже перестает быть сопливым в этот период, он просто как наждачка, реально. И поэтому чем вот больше такого леща в уловах, именно колючего-жесткого, тем как бы ближе нерест, тем скорее начнется вот этот окромет. И самый финал, самый такой апогеи, да, вот этой всей движухи, когда ты ловишь леща, то есть попал на активный клев, на активную раздачу, ты ловишь леща, самца достаешь, например, из-под сака, ты его взял, а у него прямо уже молоки текут. То есть если уже текут молоки по рыбе, то это значит, нерест тут буквально через пару дней уже начнется, а то и может даже на следующий день. То есть вот такая вот совокупность факторов, которая позволяет судить о том, насколько близко нерест и насколько быстро начнет рыба вот, уйдет на якромет и перестанет кормиться. Поэтому все вот это держите в голове, смотрите за ситуацией, смотрите за состоянием водоема, за тем, что ловят рыболовы, как ловят, как движется рыба, то есть есть ли ход, есть ли активность рыбы. И в принципе, хотя бы кое-как можно себя, ну не то чтобы обезопасить, но хотя бы спрогнозировать рыбалку, спрогнозировать вероятность пролета и хотя бы принять решение, стоит ли ехать на воду, либо же не стоит. То есть попадете вы на вот этот нерест и соответственно ничего не поймаете, либо же как бы можете еще на один день как бы световой проглить вот эту успешную рыбалку, успешную раздачу. Потому что преднерестовый жор, преднерестовый клев, он может длиться и две, и три недели в зависимости от того, какая весна. А если весна такая прохладная, затяжная, да, рыба более активна, вот этот весь период растягивается, можно большее время половить. Если дружная весна пришла, там плюс 20, плюс 22 простояла неделю, вода прогрелась, все, на рыбалку у вас там буквально пара дней, и все, вчера ловили, сегодня будет нереститься, и с этим ничего не поделаешь. Ну вот, то есть вот такая вот логика поведения рыбы, вот такой вот паттерн поведения рыболов, это надо понимать, надо помнить. Для того, чтобы хоть как-то спрогнозировать рыбалку и спрогнозировать результат. Ну и самое главное, чем я бы хотел закончить этот ролик, тем, что если вы ловите перед нерестом, преднерестового леща попали на жор какой-то, вы понимаете, что вы там налупили много-много-много килограмм рыбы, пожалуйста, отпускайте рыбу, не забирайте всю. Ей сейчас нерестится, пускай она даст потомство, пускай икра эта вызрит, дадут даст малька, и тогда уже как бы рыба свое дело сделает, тогда уже после нереста, если вы попадете, можете, в принципе, ее забирать. Не забирайте в таких количествах больших, вот этих крупных, особенно половозрелых лещей, дайте им возможность отнереститься. Особенно это важно на местах, которые вот-вот уже являются нерестилищами, типа Людвиновой, там подобных локаций. То есть рыбка уже готова к нересту, не забирайте, пожалуйста, рыбу, отпускайте ее. Если вам какое-то количество надо, заберите там пару голов, либо же неполовозрелых поднерестиков возьмите. Дайте крупной рыбе отнереститься, и это, в принципе, скажется в будущем на уловах, на клеве и на вашем, в принципе, хорошем настроении от крутой рыбалки. Надеюсь, на все ваши вопросы я ответил, более понятно рыбе поведение стало, а поэтому хоть как-то спрогнозировать вашу рыбалку в мае вы будете в состоянии. Всем спасибо за просмотр, всем не хвоста, увидимся на водоемах и увидимся на ютубе. Всем пока.